МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу События в студии Александр Ломаев. В начале выпуска коротко о главных темах. На Волге тягач, толкавший пустую баржу, врезался в берег. Пострадали припаркованные там катера. Пешеходные дорожки, освещение, детские и спортивные площадки. Глава Самары Елена Лапушкина проинспектировала дворы Октябрьского района. Уникальная операция на позвоночнике. В больнице имени Пирогова освоили инновационные технологии самарского производства. Частный самолет авиакомпании Global Jet, вылетевший из Москвы в Самару, сегодня утром совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У него отказала гидросистема. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На борту воздушного судна находились три члена экипажа и четыре пассажира. Ранее сообщалось, что на место ЧП направлено 14 автоцистерн. Еще одна аварийная посадка произошла неподалеку от другого московского аэропорта. Лайнер А321 уральских авиалиний, направлявшийся из Жуковского в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Горящий двигатель самолета при аварийной посадке отвалился, сам борт не загорелся. Число пострадавших, по данным источника ТАСС, достигло 23. По имеющейся информации, один мужчина получил тяжелые травмы. У него закрыта черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. По предварительным данным Росавиации, причиной возгорания двигателя стало столкновение самолета при взлете со стаей чаек. Известно, что пилот Дамир Юсупов, который смог посадить самолет с неработающим двигателем и убранным шасси, долгое время жил в Самарской области в Сызрани. Его родители переехали в город в 90-х. Перед тем, как стать пилотом, он работал юристом в Сызранском фонде жилья и ипотеки, а также являлся заместителем руководителя автономии «Татар-города». Но мечты о небе взяли вверх. Дамир Юсупов смог посадить самолет на кукурузное поле. При этом никто из 233 человек, находившихся на борту, не погиб. Еще одна авария на этот раз на воде произошла в Красноярском районе Самарской области. На 1703-м километре реки Волга тягач, который толкал пустую баржу, не справился с управлением и врезался в берег. ЧП произошло около пристани в районе поселка Волжского. Информация о происшествии поступила ночью 15 августа. На место выехали сотрудники МЧС. Выяснилось, что столкновение произошло из-за отказа двигателя тягача. Баржа протаранила три судна около причала. В результате аварии никто не пострадал. Судоходство ограничивать не пришлось, сообщили спасатели. На барже повреждений не обнаружено, а вот ущерб трех катеров предстоит оценить экспертам. В результате столкновения погибших и пострадавших нет. Повреждено три маломерных судна, пробоин баржи нет. Судоходство осуществлялось в штатном режиме. ЖКХ «Арт» убрать, аварийные деревья спилить. Глава Самары Елена Лапушкина проинспектировала дворы Октябрьского района. Сейчас их ремонтируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Когда местные жители смогут оценивать новые удобства, расскажет Анатолий Головко. Остались последние штрихи. Рабочие заканчивают благоустраивать дворы в Октябрьском районе Самары. В этом убедилась и глава города Елена Лапушкина. Она пообщалась с местными жителями и выслушала их замечания по каждому объекту. Двор на Новосадовой 275 отремонтировали на 40%. Здесь должны обустроить проезды, парковки для автомобилей, детские площадки, тротуары, зеленые газоны и установить малые архитектурные формы. Больше всего жителей этого двора беспокоят трубы, по которым уходит вода. Горожане считают, что после обильных осадков и таяния снега фасады домов будет подтапливать. Можно трубу перенести, куда люди просят. Пока не дойдет. А вы куда хотите ее поставить? Вон туда, я насколько поняла, туда. Куда-то дальше, но не поддом же, чтобы это гнило в будущем. Двор на Карла Маркса 181 уже привели в порядок. Дело осталось за малым. Спилить аварийные деревья, оборудовать детскую площадку и убрать так называемый ЖКХ. Вычурные резиновые покрышки, которые красуются на газонах. Подрядчик, который ремонтирует двор на Гая, справился с работой на 75%. Для любителей активного отдыха сделают волейбольную и футбольную площадки. Для автомобилистов – широкий проезд и просторную парковку. Тем не менее, горожане высказали свои замечания главе по поводу аварийной лестницы. Эта лестница является настоящим препятствием для жителей дома по улице Гая. Ступеньки давно пришли в негодность, и перила отсутствуют. Мэр Самары Елена Лапушкина пообещал решить проблему в ближайшее время. Не, лестница меняется 100%. Да будут ребята ищите варианты какие, но лестницу меняется. Напомним, рабочие, которые благоустраивают дворы во всех районах Самары, должны сдать объекты к началу осени. За это время им предстоит устранить все замечания и недочеты. Власти города и местные жители держат вопрос на особом контроле. Анатолий Головко, Максим Гусев. События. Дороги, которые прослужат много лет. В Самаре завершается первый этап реконструкции улицы Победы. Подробности узнал наш корреспондент. Дорога хорошая, намного лучше, чем была она. Вот, гораздо лучше. Я бы сказал, ну, раз в 10 это минимум. Потому что до этого была она просто убитая. На этом участке стало приятно ездить. Владимир Мараштанов уже 20 лет живет на Металлурге. Почти каждый день за рулем. Его путь всегда пролегает по улице Победы. Владимир говорит, раньше постоянно приходилось тратиться на ремонт машины из-за разбитых дорог. Теперь это в прошлом. В этом году на улице Победы, на участке от Елизарова до проспекта Кирова, проходит комплексный ремонт. Меняет дорожное покрытие, перекладывает тротуары, устанавливает новые знаки. Сейчас подрядчик доделывает финальные штрихи. Укладывает асфальт на основании трамвайных путей. В настоящий момент готовность объекта завершена порядка 80%. Из основных видов работ осталось выполнить устройство асфальта на трамвайном межпуте. Компания, которая сейчас завершает ремонт Победы, заключила контракт жизненного цикла. Это новый формат работы с городскими дорогами. Суть таких контрактов в том, что подрядчик не бросает отремонтированный участок после окончания работ, а следит за его состоянием, в том числе и за чистотой, несколько лет. Как результат, улица всегда в порядке. В рамках контракта жизненного цикла присматривается в России на обязательство на все выплаты на золотомидонное покрытие в течение пяти лет, а также задержание в течение следующих трамвайных. Да все отлично, особенно то, что не сама Победа, а близлежащие улицы делают. На бедналистов постоянно ездил, были эти ямы, кочки сейчас. Отлично все. Завершить работы на этом участке подрядчик обещает в октябре. В следующем году Победу приведут в порядок на участке от проспекта Кирова и до улицы Гагарина. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Обновили и покрасили. В Самаре завершается ремонт фасадов домов в районе Крымской площади. Один из них находится по адресу улица Урицкого, 8. На какой стадии сейчас работы, выясняла мэрия Илча. Дом номер 8 на улице Урицкого выявленный памятник архитектуры. И теперь входит в список культурного наследия Самары. Здание было построено в 1931 году. Елена Ситкина живет в этом доме уже 20 лет. Говорит, за это время ремонта здесь не было. Последние несколько лет начала сыпаться штукатурка с балконов. Обветшала и кровля здания. Сейчас по программе капитального ремонта дом обновляют. Мы довольны нашему подрядчику. И ремонтники очень ответственные идут. Молодцы. Что мы просим, они выполняют. Один из наших, так сказать, шедевров – это Турецкого, 8, около которого мы сейчас стоим. Фасад нам достался в очень грустном, плачевном состоянии. На данный момент мы производим реставрацию полностью всех стен снаружи, по наружке, со стороны дворов. Фасад утепляют и окрашивают в новый яркий цвет. Все работы ведутся по ГОСТу. Подрядчики используют самые современные материалы, на которые производитель дает гарантию до 50 лет. Фондом капитального ремонта осуществляется контроль за выполнением ремонтных работ. Фонд имеет службу строительного контроля в составе службы заказчиков. И, соответственно, специалистами данной службы осуществляется, ну, не реже, чем раз в неделю, выезд на каждый объект, на котором проводится работа, и осуществляется контроль как качества за материалами, так и качества технологий в один направлении. Капитально отремонтируют до 1 сентября 29 фасадов и 19 крыш многоэтажек в районе Крымской площади. Всего в этом году в регионе обновят около тысячи многоквартирных домов. Мэри Илчан, Дмитрий Мешканцов, События. Перспективы развития образования в Самаре обсуждают руководители школ на первой стратегической сессии. Ее итогом должен стать конкретный план работы для достижения установленных показателей национального проекта «Образование». На открытии побывала наша съемочная группа. Основные достижения, ресурсы и проблемы обсуждают педагоги на первой стратегической сессии. Такой формат работы для руководителей школ новый. Все разделены на команды. Участникам предлагают различные задания, которые требуют мыслить не только стратегически, но и творчески. Чтобы перед началом учебного года дать определенный настрой, наметить какие-то вещи, которые бы помогли им формировать новые взгляды, стратегические взгляды, новые подходы в управлении образовательной организации, вот избрали такую форму. Потому что она позволяет напрямую каждому руководителю, работая в рабочих таких группах, общаясь, позволить вычленить и проблемы, которые безусловно существуют в том организме, который работает, двигается и хочет развиваться. Безусловно, будет видна какая-то позиция или тенденция, которая, так сказать, объединяет все образовательные организации на территории городского округа Самары. Сессия «Стратегия развития образовательной организации» в условиях реализации национального проекта образования призвана разработать подробный план достижения показателей, которые заданы в национальном проекте. В Самарской области работа идет по нескольким направлениям. Это успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей, цифровая образовательная среда и современная школа. В городском округе Самара при активной поддержке федерального и регионального бюджета планируется создание новых школьных мест, проектируется новая школа. Только в ближайшие три года нам предстоит построить три школы общей численностью в 4200 мест. Это в самых наших острых местах проживания, это Октябрьский район, в микрорайоне Новая Самара. Я не сомневаюсь в том, что все поставленные задачи в рамках национального проекта образования будут решены, и город Самара сохранит и упрочит лидерские позиции в системе образования Самарской области. В программе стратегической сессии, встречи с экспертами и семинары, дискуссии, работа в группах и презентация проектных инициатив. Лариса Шалафаст, Константин Головин, События. В Самаре провели уникальнейшую операцию на позвоночнике. В нейрохирургическом отделении больницы имени Пирогова использовали инновационные технологии. Какие именно, знает Елена Малютина. Жизнь в положении лежа. Евгения Иванова ежедневно сталкивается с невыносимой болью. Каждые 100 метров – испытание на выносливость. Три года назад впервые у нее заболела спина, потом нога. Говорит, тогда подумала, что продула, но ситуация с течением времени не изменилась, становилась только хуже. Все это время спасалась курсами 10-дневной терапии. К врачам больницы Пирогова обратилась месяц назад. Сейчас молодая женщина надеется, что ее жизнь кардинально изменится. Я уверена, что операция пройдет успешно, и я выздоровлю, и наконец-то вернусь к семье счастливой и улыбающейся. Я хочу приступить к своей работе, потому что уже давно не была там, и реально скучаю по своей работе. Вообще, ну, просто хочу вести тот образ жизни, который я вела. Раз в год ездить, отдыхать, ходить с семьей на прогулки, кататься на лыжах зимой. А где нет? Да, Женечка. Идем домой, домой сладкий. Изменит жизнь в лучшую сторону уникальная операция. Евгении Ивановой предстоит удаление межпозвоночной грыжи. В нейрохирургическом отделении будут использовать инновационные технологии. Впервые в России установят динамическую транспедикулярную конструкцию американского производства, которая сохраняет подвижность позвоночника. Чтобы пациент в дальнейшем не испытывал нагрузки, установят винты и динамические штанги под контролем хирургического навигатора «Автоплан». Мы убираем грыжу диска, и с помощью навигации устанавливаем вот такую динамическую конструкцию, которая будет стабилизировать сегмент межпозвонковый. С одной стороны, с другой стороны, после удаления грыжа диска пройдут все более... Врачи больницы Пирогова проводят по 5-6 операций в день. Их работу высоко ценят в стране и мире. Обычное отделение городской больницы. Мы оперируем гораздо больше, чем любой федеральный центр Москвы в день. И импланты у нас самые разнообразные. Просто технологии от через кожных до установки искусственных дисков передним доступом в поясничном отделе. То есть далеко не каждый федеральный центр может провести такой объем операций и такое разнообразие операций. Программное обеспечение, камеры, сенсоры, медицинская стойка, монитор. Это мобильное чудо техники, хирургический навигационный комплекс, который разработали научно-производственный технопарк СамГМУ совместно с врачами больницы имени Пирогова. Он главный помощник оперирующего хирурга. Теперь возможно провести сложнейшую операцию без единого рентгеновского снимка. Пациент получает минимум повреждений. Навигация точно показывает очаг патологии и поэтому реабилитируется быстрее. Разрабатывали автоплан пять лет. Мы на месте не стоим. Мы там разрабатываем новейшие всякие технологии. Тоже, например, интеграция с микроскопом интероперационным, усовершенствование каких-то алгоритмов, усовершенствование самого комплекса, возможно, мобильности, компактности, удобства использования. То есть мы замечания обрабатываем. И, скорее всего, где-то в следующем году, уже в начале года, будет вторая версия продукта обновленная. Задача улучшить качество лечения, ускорить процессы выздоровления. И без новых технологий, технологических решений просто невозможно. И сам ГМУ занимается этой темой уже несколько лет. Только в этом году специалисты произведут 10 хирургических навигационных комплексов. После они будут поставлены в больницы Самары и по всей России. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. За победой из Самары отправляется на мировой чемпионат молодых профессионалов WorldSkills в составе национальной сборной России. Сразу несколько участников. Подробнее в сюжете. Впереди у Михаила Воронцова важное соревнование. Выпускник Павловского государственного колледжа отправляется в Москву. Оттуда в составе национальной сборной поедет на мировой чемпионат молодых профессионалов WorldSkills, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа. К этому событию он готовился три года. Говорит, в его направлении фрезерные работы на станках с ЧПУ будут представители 30 государств. Конкуренция высокая, но он готов побороться за победу. Самые сильные это страны Азии, Китай, Япония, Корея. У нас были совместные тренировки вместе с Китаем. Они достойные противники. Они готовятся каждый день. У них нет ни оплошности, ничего. Они как встали с танка, так они уйдут от него до победного. Франция, Германия, Великобритания, США, Япония, Китай, Индия. 1300 участников покажут свой уровень подготовки в 56 специализациях. И это пока еще небывалый такой результат. И это говорит о том, что очень высокое качество у нас специалистов по рабочим профессиям. К 2024 году в половине учреждений среднего образования планируют проводить итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена. По федеральному проекту «Молодые профессионалы». Елена Малютина, Василий Колдашов. События. Все благотворительные мероприятия от самарских общественных организаций на одной карте. Областной ресурсный центр гражданской активности собирает все НКО региона на своем портале. Подробности узнал наш корреспондент. Сотрудники организации, где работает Сергей Алпеев, уже несколько лет обучают старших по домам тому, как правильно взаимодействовать с управляющими компаниями, как добиться ремонта, решить другие сложные моменты. Занятия бесплатные. На таких семинарах в прошлом году побывало 200 человек. Сергей говорит, тема важная, но не все жители знают, что есть организация, готовая бескорыстно помочь. Как получить ремонт. Обычно люди жалуются, но как сделать это, не знают. Мы стараемся объяснять, обучать, как получить от правильной компании то, что должно быть в вашей дате. Но теперь некоммерческим организациям, общественникам будет проще доносить информацию о своих акциях. Областной ресурсный центр гражданской активности создал электронную карту, где НКО могут размещать анонсы своих встреч. Сделать это можно буквально в несколько кликов. НКО получает возможность дополнительного освещения тех мероприятий, которые оно будет проводить. Мы надеемся, что некоммерческие организации обязательно зайдут и посмотрят эту карту, обязательно внесут свои корректировки, свои мероприятия. Сейчас, по словам Симониной, на карте отметилось более 30 НКО. Все эти организации занимаются социально важными делами, помогают малоимущим и инвалидам, организовывают культурные события. Воспользоваться картой можно на сайте ресурсного центра. Елена Малютина, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. А теперь коротко о других тем огня. Пошел ловить раков и утонул. На днях в Самарской области произошла смертельная трагедия. На реке Волги напротив села Заволжье утонул 33-летний местный житель. Очевидцами происшествия стали друзья мужчины. Они рассказали, что в тот день они пришли на берег половить раков. Их товарищ несколько раз нырнул в реку, но после очередного погружения в воду так и не показался на поверхности. Мужчины сообщили о случившемся в службу спасения и попытались сами найти друга. Но тело погибшего было найдено только около часа ночи. Его уже опознали родственники. Специалистам предстоит установить его точную причину смерти. На переклестке Московское шоссе Нововокзальная с 15 августа восстановлено движение троллейбусов номер 4 и 12 в обоих направлениях. Теплоэнергетики завершили работы в районе улицы Нововокзальной. После чего на одну из главных магистралей города вернули троллейбусы. Напомним, что из-за ремонта на теплосетях троллейбусы на некоторое время пустили в объезд. Они курсировали по улицам 22-го портсъезда и Старозагора. Доступ в интернет получат пассажиры автобусов номеров 66 и 67. В Самаре появится общественный транспорт с Wi-Fi. С конца августа по городу начнут курсировать 20 машин с бесплатным доступом в интернет. Об этом сообщает пресс-служба компании «Самара Автогаз». По словам представителей компании, на этих маршрутах ездят много молодых людей, которые используют гаджеты. Теперь они смогут при поездках на общественном транспорте свободно пользоваться интернетом. Как отмечают в компании, автобусы с Wi-Fi можно будет узнать по специальным наклейкам. Чтобы подключиться к сети, пассажирам нужно будет пройти несложную авторизацию. В Тольятти поздно ночью на пересечении улиц Новопромышленная и Комсомольская произошло ДТП. Мужчина на автомобиле «Мерседес» врезался в стол. По очевидцу утверждают, что владелец дорогого авто был пьян. Прибывшие на место аварии полицейские скрутили с машины номера. Им предстоит разобраться в обстоятельствах аварии. В Самарской области закрыли одну из речных переправ. Пока суда не будут ходить по скоростному маршруту Самары-Ширяева. У судна «Восход» нашли техническую неисправность. «Приносим извинения за возможные неудобства», сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии. Самарцев просят быть внимательнее при планировании речных поездок. Сколько времени займет ремонт восхода и когда будет возобновлено скоростное движение в Ширяево, пока неизвестно. В Самару приехали французские художники и другие люди творчества. В течение недели они будут давать мастер-классы, знакомиться с произведениями искусства, самарских авторов и даже танцевать. В городе стартовал международный фестиваль искусства «Палитра мира-2019». С делегацией из Франции познакомился наш корреспондент Никита Борисов. «Художественный мир не имеет границ». Клод Зигельмейер знаком с Самарой с 2007 года. Говорит, что приятно удивлен тем, как преобразился город с тех пор, каким он стал красивым. По его мнению, жителям Самары очень повезло, ведь здесь сосредоточено невероятное разнообразие культуры, будь то картины, музыка, архитектура. «Здесь можно свободно гулять вечером или ночью и не бояться. В этом мы отличаемся. Во Франции это не так возможно». Для представителей Самарской международной творческой ассоциации «Палитра мира» общение с делегацией из Франции – это возможность обсудить дальнейшие планы. Лучше понять точки соприкосновения и наладить культурный обмен между странами. Цель нашего фестиваля – показать гостям города, что мы открыты для любых арт-проектов. В Самаре фестиваль проходит на разных площадках города. Например, в Струковском парке посетители могли увидеть арт-фестиваль. В Школе изобразительных искусств номер 8 проводились мастер-классы по танцам и прикладному искусству. А в Музее Алабина и Модерна – пленеры. «Лучше узнаем друг друга. Есть свои особенности, есть свои похожие и непохожие места. И, в общем, это очень полезно и интересно». Далее гостей из Франции будет принимать Сызрань. Там также запланировано проведение нескольких фестивалей. Никита Борисов, Николай Епифанов. События. Самарский спортсмен Михаил Даладов завоевал золото на чемпионате Европы по вейкбордингу. Победителю всего 13 лет. Это единственная награда такого уровня в Самаре по этому виду спорта. С юным вейкбордистом познакомилась Мэри Елчан. «Волну мне и побольше», – говорит 13-летний Миша Даладов. Впервые на вейкборд его поставил отец, когда ему было всего 4. Спустя 2 года он уже поехал на свой первый чемпионат России. «Мне нравится этот спорт, потому что я увидел, как мой старший брат занимался этим, и я решил, что должен одолеть его. И теперь мне нравится им заниматься, я занимаюсь им каждый день». В Киеве прошли чемпионаты первенства Европы и Африки по вейкбордингу. Соревнование собрало более 100 сильнейших спортсменов из 16 стран, среди которых многократные чемпионы Европы и мира. Миша Даладов стал первым в категории до 14 лет и завоевал золотую медаль, набрав свыше 70 баллов. «Мои соперники были сильные, поэтому мы тягались не только у кого самая сильная программа, но и у кого выдержат нервы. Из-за нервов мои соперники, скорее всего, и попадали». Вейкбординг – это экстремальный вид спорта. «Миша Даладов» состоит из выполнения различных трюков спортсменам, стоящим на широкой короткой доске и прикрепленным тросом к катеру. «Спорт такой очень интересный, в то же время травматичный, если ими заниматься регулярно. Поэтому Миша в течение всего года занимается в спортивной школе прыжков на батуте, развивает координацию, и это позволяет ему беспрепятственно двигаться дальше». Тренер юного спортсмена Николай Волгин поставил перед ним амбициозную задачу. «В скором времени Миша Даладов начнет готовиться к чемпионату мира, который пройдет в Абу-Даби в ноябре этого года». Мэри Елчан, Максим Гусев, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самара ГИС» на нашем сайте, в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Я, Александр Ломаев, с вами на этом прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин